Добрый день! С сегодняшней лекцией мы продолжим дальше изучение итерационных методов решения систем линейных алгебрических уравнений. Я коротенько напомню, что мы рассматривали так называемый одношаговый итерационный метод. Вот еще раз давайте напишем значит b. Здесь у нас xn плюс первая итерация минус xn, деленная на там, плюс axn равняется f. Речь шла о решении уравнения ax равняется f. Ну и рассматривая так называемый стационарный одношаговый итерационный метод, мы построили с вами последовательность итерационную. xn плюс первая равнялась. Ну вот здесь вот у нас e tal b в минус первой а такой вот матрицы и такой оператор действовал на xn плюс ну мы здесь ввели обозначение для вектора tau b в минус первой f буковкой g назвали, а вот эту вот матрицу назвали буковкой c. Ну и для конкретных итерационных методов мы посмотрели как они выглядят и могут быть записаны в виде вот одношагового итерационного метода, что представляет собой матрица b ну и как записываются соответствующие итерационные последовательности. Ну также в таком теоретическом плане мы посмотрели и были сформулированы достаточные условия, связанные с тем, что вот все собственные значения матрицы С я так напишу лямбда С по модулю меньше либо равно, чем норма С, ну и как достаточное условие присутствовало меньше единицы. Это было соответствующее достаточное условие сходимости. Итак, посмотрим, что это означает. Значит, норма е минус tau b в минус первой а меньше, чем 1. Ну вот, опираясь на это неравенство, сравнительно легко получить необходимые условия сходимости соответствующего итерационного процесса. О чем здесь идет речь? Норма разности двух векторов матрицы Е и tau b в минус первой а больше либо равна, чем модуль разности соответствующих норм. Ну, tau у нас положительный параметр, так что норма b в минус первой а по модулю. Отсюда, как необходимые условия, мы получим, воспользовавшись меньшим значением. Значит, норма е минус tau норма b в минус первой а по модулю меньше, чем 1, а тем самым это разность от минус до плюс единицы. Ну, норма е равняется одному. Правое неравенство выполнено подавно. Левое неравенство диктует нам некоторые содержательные условия. Ну, давайте мы перенесем, поменяем соответствующий знак. Значит, tau норма b в минус первой а меньше двух, но больше нуля. Итак, мы получили, как необходимые условия сходимости итерационного процесса, некоторую область изменения интересующего нас итерационного параметра tau. Конечно, это не означает, что при любом tau, удовлетворяющем этому условию, итерационный процесс сходится. Это не является достаточным условием. Как необходимые условия? Отсюда мы можем получить, что tau меньше чем 2, деленное на норму b в минус первой а, но больше нуля. В простейшем случае метод релаксации. Метод релаксации. Роль итерационной матрицы b играла единичная матрица е. Тем самым необходимые условия для итерационного параметра выглядит как 2, деленное на норму а. Вот диапазон, в котором должны располагаться те значения итерационного параметра, при которых есть сходимость. Ну, дальше мы специально, когда мы рассматриваем матрицу b в минус 1 а, и вот одношаговый итерационный метод, мы можем пытаться интерпретировать наличие итерационной матрицы как решение некоторой предобусловленной системы. Значит, предобусловленная система 1 будет выглядеть следующим образом. Ну, немножко о предобусловленных мы, может быть, поговорим потом. А сейчас тогда мы вернемся к рассмотрению случая решения системы 1 с симметричной положительно определенной матрицей. Итак, матрица А, СПД. Ну, давайте, может быть, несколько слов об этом скажем. Значит, вот неравенство А больше нуля. Ну, понимается нами так, что АХХ больше нуля для любого Х, отличного от нуля. В конечномерном случае, из того факта, что наша матрица неотрицательна, ну, извините, значит, правильнее сказать, что наша матрица положительна, следует, что наша матрица положительна определенно. Значит, отсюда следует второе, что АХХ больше либо равно, чем некоторая дельта Е. Вот такое вот неравенство выполняется. Ну, какие здесь комментарии обычно происхождению соответствующего неравенства? Значит, вот в случае, если мы рассматриваем А больше нуля, и вдобавок ко всему матрица симметрична, то есть А транспонированная равняется А, и нам дана положительная матрица, то. Ну, тогда мы знаем, что у матрицы собственные значения больше либо равны нуля, и тем самым, ну, правильнее даже сказать, строго больше нуля, и тем самым мы можем написать следующее. Вот в разложении, точнее, в вычислении этой квадратичной формы АХХ мы можем написать разложение по базису из собственных векторов матрицы. Ну, у нас тогда получается А, здесь сумма какие-то коэффициенты альфа, ИТ, ИКС, ИТ, а здесь сумма тут по индексу И, здесь по индексу Ж, альфа, ЖТ, ИКС, ЖТ. Вот такие скалярные произведения нужно посчитать, чтобы найти значение соответствующей квадратичной формы. Что нам это дает? Ну, в первой сумме действия нашей матрицы, ну, и нашего оператора на соответствующие векторы сумма по И остается альфа, ИТ, Лямбда, ИТ, ИКС, ИТ, поскольку ИКС, ИТ — это собственный вектор, мы считаем, что мы работаем именно с этим базисом. Ну, вдобавок ко всему, для таких матриц соответствующие собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, они ортогональны, так что соответствующий базис из собственных векторов ортонормирован. Ну, и вторая сумма по Ж, альфа, ЖТ, ИКС, ЖТ, сравнительно быстро. Приводит нас к простому выводу. Значит, у нас получается сумма остается лямбда, ИТ, альфа, ИТ, квадрат. Вот индекс Ж должен совпадать с индексом И, ну, и из условия того, что наши векторы ортонормированы, остается, значит, альфа, ИТ, ИКС, ИТ, квадрат. Скалярное произведение ИКС, ИТ, ИКС, ИТ равняется единичке. Ну, и мы видим, что вся эта конструкция, она больше либо равна, чем лямбда-минимальная, умноженная на сумму альфа, ИТ, квадрат. То есть лямбда-минимальная, скалярное произведение ИКС, ИКС. Ну, а с другой стороны, эта же самая сумма, точнее не сумма, а эта квадратичная форма ИКС, ИКС, она меньше либо равна, чем лямбда-максимальная, умноженная на скалярное произведение ИКС, ИКС. Ну, в симметричном случае роль дельта как раз играет лямбда-минимальная. Так что в симметричном случае роль дельта играет лямбда-минимальная. И обосновывает нам неравенство, что А больше либо равно, то есть вот эта вот форма больше либо равна, чем лямбда-минимальная на квадрат евклидовой нормы вектора ИКС. Ну, а аналогично для лямбда-максимального, если нам нужна оценка для соответствующей матрицы сверху. Но сейчас пока важна именно вот эта вот оценка, отделимость от нуля-то, как бы сказать. Это если матрица А, помимо того, что она больше нуля, еще и симметричная. Если же матрица несимметричная, то тогда, как нетрудно видеть, тоже можно сравнительно просто в соответствующую форму симметризовать. Значит, А у нас просто больше нуля. Нам нужно вычислить вот это вот скалярное произведение. Ну, получается 1 вторая. АХХ плюс А со звездочкой АХ, А со звездочкой на Х. Ну, или А плюс А со звездочкой пополам ХХ. Ну, как мы видим, нужно рассмотреть, значит, некий оператор B, симметризовав соответствующую форму. И в качестве дельта, тогда в качестве дельта, мы можем выбрать лямбда-минимальная, но теперь симметричная, положительная определенная матрица, А плюс А со звездочкой, деленная на два. Ну, как правило, у нас в наших задачах соответствующая матрица вещественная, так что А плюс А транспонированная. Ну, а в общем случае А плюс А транспонированная еще и комплексно-сопряженная матрица. Итак, мы видим, что если А больше нуля, положительная матрица, то она и положительно определенная. То есть в конечномерном случае вот эти вот два свойства соответствующих преобразований нуля операторов, в данном случае матриц, они совпали. Значит, из А больше нуля мы получили, что еще и вдобавок ко всему А больше либо равно, чем дельта. Ну, формально дельта умноженная, конечно, там на единичную матрицу стоит. Так отсюда получили вот это вот выражение. Ну, а всего этого, естественно, достаточно, чтобы, рассматривая, я еще раз перепишу, дельта xx, утверждать, что в таком случае матрица А и обратима. То есть понятно, что если мы предположим, что существует какой-то ненулевой вектор x, лежащий в ядре матрицы А, то есть Аx равняется нулю, то тогда вот это вот скалярное произведение, это, естественно, нуль. Второй со множеством, неважно какой, так? А вот это вот скалярное произведение, величина строго больше нуля для x, отличных от нуля. Ну, и это противоречие позволяет нам утверждать, что в таком случае, конечно, существует А в минус первой. Вот мы этим будем пользоваться, что из А больше нуля, А в минус первой также благополучно существование можно будет установить. Ну, и рассматривая симметричную положительно определенную норму, положительно определенную матрицу, можно ввести соответствующую норму. Значит, вот у нас А, это СПД. Ну, и в таком случае можно ввести соответствующее скалярное произведение x, y с индексом А. Аx, y. Ну, как раз, пользуясь свойством симметрии соответствующей матрицы, мы понимаем, что это x, а, y. Ну, и это же А, y, x. Ну, и это же y, x с индексом А. Ну, и введенное таким образом скалярное произведение порождает нам аэнергетическую норму вектора x. Аэнергетическая норма вектора x, корень квадратный, и значение этой квадратичной формы на соответствующем векторе x. Введение энергетической нормы позволяет нам на проблему сходимости наших итерационных методов посмотреть несколько более внимательно. Ну, и вот теорема, которую мы докажем и прокомментируем соответствующая теорема. В нашей литературе обычно она соотносится с фамилией Самарский. Итак, пусть матрица А СПД, параметр Тау больше нуля, матрица В положительна. И матрица В минус Тау А пополам больше нуля. Тогда соответствующая итерационная последовательность, вот эта вот итерационная последовательность, я ее еще раз здесь выпишу, xn плюс 1 равняется cxn плюс g. Вот написана наша последовательность, xn плюс 1 и так далее. Сходится в среднеквадратичной метрике, то есть в обычном нашем евклидовом скаляром произведения к решению задачи 1. Ну, мы уже рассматривали и вводили все обозначения, я еще раз напомню. Значит, вектор x, xn плюс en. Вот мы вводили соответствующую погрешность очередной итерации номер n. Ну, и доказательство соответствующей сходимости эквивалентно доказательству того, что сходимость en стремится к нулю. в норме, ну, я так и напишу, норма en стремится к нулю, где соответствующая норма, норма en, это скалярное произведение en, en, ну, и корень квадратный. Так, то есть вот в этой евклидовой метрике. Так что мы, естественно, сосредоточимся на поведении погрешности и покажем, что вот в таком случае имеет местосходимость en к нулю, норма en к нулю. Давайте эту работу попробуем проделать. А оценивать соответствующую погрешность мы будем в энергетической норме. Я только напомню соответствующее уравнение, которое удовлетворяло en. Мы выводили уравнение и для невязки нашей задачи, и для погрешности. Ну, и вот непосредственно наш итерационный процесс. Можно, конечно, сразу сообразить, что мы говорили, что вот погрешности и иксы, они лежат как бы в одном пространстве, иксов, а соответствующие невязки, они лежат там, где правые части находились у нас. То есть там еще и оператор а лишний действовал. Так что вот то уравнение, которое у нас есть, значит, en плюс первое равняется, ну, вот это вот наша матрица, e минус tau b в минус первой, а, en. Ну, и наша задача будет состоять в том, чтобы оценить квадрат а энергетической нормы e n плюс первое. Давайте посмотрим, что это такое. Значит, это скалярное произведение А, действующее на соответствующее e n плюс первое, умноженное на e n плюс первое. Вот такое вот скалярное произведение нам нужно посчитать. Посмотрим, к чему нас это приводит. Итак, получается. Получается. Ну, давайте постепенно писать, что здесь будет получаться. Ну, одна матрица. Значит, нужно вот на эту вот матрицу подействовать еще слева с соответствующим оператором А. Я так и напишу. Значит, a e n минус tau a b в минус первой a e n. Второе скалярное произведение это e n плюс первое. Ну, e n плюс первое, это у нас получилось так. e n минус tau b в минус первой a e n. Вот мы написали соответствующий а энергетический скалярный квадрат нормы e n плюс первого. Давайте посмотрим, что это такое за конструкция у нас получилась. Итак, норма e n плюс первое квадрат а энергетическая норма равно. Ну, смотрим. Вот тут разные группы слагаемых и естественным образом по tau. Значит, вот как бы нулевой порядок у нас получилось. a e n и e n. Ну, давайте я это напишу. a e n и e n. Это энергетический квадрат погрешности на предыдущем шаге. Погрешности e n. Теперь слагаемые порядка tau. Давайте попробуем написать соответствующий слагаемые порядка tau. Значит, у меня есть a e n умноженное на вот этот вот агрегат. Ну, давайте я это напишу. Минус tau. Здесь у меня написано a e n. Вторым сомножителем в нашем скалярном произведении является tau, это b в минус первой. a e n. Это вот эти вот конструкции. Это вот эта вот конструкция. Ну, вторая конструкция, которая дает мне то же самое скалярное произведение, ну, не то же самое, а по тому же самому порядку по tau аргумент. Значит, минус tau. Скалярное произведение такое. Ну, я вот этот вот вектор на первое место поставлю. a e n. А здесь дальше группа следующего вида. a b в минус первой a e n. Вот слагаемый tau. Ну, и дальше есть слагаемый tau квадрат. Ну, вот слагаемый tau квадрат с плюсом tau квадрат. Теперь, что здесь находится? Вот у меня есть a, вот этот вот такой агрегат, тут три матрицы присутствуют, a, b в минус первой a, e n. Ну, и здесь b в минус первой a, e n. b в минус первой a, e, n. Ну, понятно, что определенное упрощение, по крайней мере, напрашивается, b в минус первой a, e, n. Этот вектор каким-то образом обозначен. Давайте мы введем такое обозначение. Вот этот вот вектор назовем w, n. Теперь, как бороться с этими слагаемыми? Повнимательнее посмотрим на вот эти вот два элемента. Матрица асимметрична, поэтому действие со второго вектора мы перенесем на первый вектор. Так, я это так вот стрелочкой нарисую. И тогда, как мы видим, a, e, n получится вектор и скалярно умножается на наш вектор w. И здесь a, e, n скалярно умножается на w. Так что, как мы видим, это выражение можно немножко упростить. Значит, есть у нас квадрат а энергетической нормы погрешности на предыдущей итерации. Это e, n в квадрате с индексом а. Дальше у нас есть минус 2 тау. Скалярное произведение. Но я пока напишу второй аргумент. Это w, n. А теперь давайте повнимательнее на первый аргумент посмотрим. Значит, первый аргумент у нас получился a, e, n. Я его вот здесь вот в стороночке преобразую и тут же уничтожу. Единичная матрица, которая стоит слева, мы представим как b на b в минус 1. По условию теоремы матрица b была положительной, ну а тем самым положительно определенной и обратной матрицы у нее существует. Так что b на b в минус 1. Ну, дальше у нас есть а и е, n. Так что это в точности b, w, n. Вот мы этим воспользуемся тождеством и аккуратненько напишем здесь тогда выражение b, w, n. Вот как мы преобразовали скалярное произведение со множителем тау. Ну, теперь там, где со множитель тау-квадрат. Вот у нас тау-квадрат. Что здесь стоит? a, w, n, на w, n. Ну вот, структура погрешности n плюс 1 итерации. Ну вот я теперь позволю себе так немножечко освободить место. и нам становится понятным происхождение условий теоремы. Я думаю, что эта выкладка теперь ясна, как мы расправились с соответствующим a, e, n, так. Я тогда эту выкладку тоже позволю себе уничтожить. Что же у нас получилось? Значит, вот у нас что получилось. e, n плюс 1 квадрат а энергетической нормы равен e, n, квадрат а энергетической нормы минус 2 тау. Мы попробуем оба эти скалярные произведения сгруппировать в одну конструкцию. Второй аргумент w, n. Что представляет собой первый аргумент? От первого слагаемого осталась матрица b, от второго выносили знак минус, одно тау выносили и двойку выносили. Значит, минус тау а пополам. Как раз возник наш этот оператор, действующий на w, n. Вот как можно теперь представить соответствующие слагаемые сгруппировать. Ну, а по условию задачи, точнее, по условию нашей теоремы присутствовало в условии требования, что это положительная матрица, ну и тем самым положительная определенная матрица. А это означает, что для любого вектора w, n написанная здесь конструкция без учета естественно знака больше либо равно нуля, по крайней мере. Тем самым мы видим, что последовательность аэнергетических норм погрешности невозрастающая последовательность. Вот важный для нас вывод. Как мы видим, аэнергетическая норма погрешности на предыдущем шаге минус и какая-то неотрицательная величина. Так что это невозрастающая последовательность. Ну, естественно, что все нормы больше шли бы равны нуля, значит, ограничено снизу. и тем самым вывод, к которому мы приходим, значит, последовательность норм ен-а энергетических норм сходится. Пока нам достаточно того, что эта последовательность сходится. Вот теперь воспользуемся сходимостью этой последовательности и опять-таки немножечко преобразуем то, что тут понаписано. Значит, пока, как мы видим, это точное равенство. Давайте мы соответствующее точное равенство немножко преобразуем. Я перенесу все в одну сторону. Вот если все это переносить в одну сторону, тогда я позволю себе вот сюда переместить результат. Значит, вот эта строка тоже может быть уничтожена. Добрались мы вот до этой строки. вот ну а теперь перепишем лишний раз. Значит, норма Е n плюс первая квадрат а энергетической нормы минус норма энергетической квадрат а энергетической нормы погрешности на н-м шаге плюс 2 тау. Ну, дальше b минус тау а пополам w n w n значение нашей формы на векторе w n и все это равняется нулю. И все это равняется нулю. Вот мы то же самое выражение переписали. Ну, теперь следующий шаг. Значит, мы говорили, что в наших конечномерном случае положительность и положительная определенность совпадают. При оценке вот этого слагаемого, ну, точнее, со множителя этого, мы воспользуемся тем, что из условия матрица b минус тау а больше нуля следовало, что написанное здесь произведение, то есть значение соответствующей квадратичной формы на векторе w n больше либо равно больше либо равно чем некоторая дельта. А здесь написано обычное евклидовое произведение w n w n ну, давайте это еще раз вот так вот напишу значит b минус тау а пополам такой оператор действует на w n скалярное произведение с w n итак существует дельта больше нуля имеет место данное неравенство тем самым мы можем немножечко упростить нашу конструкцию ну как мы ее упростим норма е n плюс первая в квадрате а энергетическая норма минус норма е n в квадрате а энергетическая норма квадрат минус 2 тау дельта скалярное произведение w n w n ну или норма w n в квадрате евклидова норма величина меньше либо равная нуля ну дальше понятно что нужно сделать значит нужно соответственно перегруппировать левые и правые части ну формально на минус единицу все умножить я позволю себе умножение на минус единицу выполнить с помощью тряпочки значит поменяется вот этот вот знак да пишем сюда больше либо равно нуля так поменяется вот тут вот знак здесь вот минус соответственно на плюс на минус поменяли ну и вот в этом выражении я поставлю перед ним минус ну у нас последовательность была не возрастающей так что внутри скобки отрицательная величина ну точнее не положительная а с минусом как раз больше либо равное нулю ну и тогда дальше вот наша знаменитая теорема как это сказать-то о двух милиционерах да вот в силу сходимости в а энергетической норме последовательности норм а энергетических погрешностей е н вот эта конструкция стремится к нулю при н стремящемся к бесконечности вот мы показали что норма норма вектора w n благополучно стремится к нулю но теперь нам осталось только лишь вспомнить как вектор w n связан с вектором е и w n это было b в минус 1 а е n ну все наши матрицы обратимы и отсюда е н равно а в минус 1 b w n последний шаг норма е n вот наша евклидова норма е n это корень квадратный из скалярного произведения е n е n равна норме а в минус 1 b w n а это меньше либо равно чем норма а в минус 1 b на норму w n здесь та же самая евклидова норма стоит для w n ну и отсюда мы приходим к окончательному поводу что норма е n также стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности то есть мы доказали нашу теорему что последовательность x n плюс 1 c x n на и плюс g это сходящаяся последовательность ну и соответственно xm плюс 1 мы показывали что соответствующая последовательность xm плюс 1 сходится к решению нашей задачи x ну что же очень хорошо то есть вот мы соответствующую теорему посмотрели на момент ее доказательства и как мы видим вся сложность состояла только лишь в том чтобы аккуратно расписать выражение для аэнергетической нормы сгруппировать слагаемые пользуясь симметрией и положительной определенностью соответствующей матрицы а вот ну и пользуясь симметрией привести все это к задаче в которой сравнительно просты оценки с подобного рода задачи мы не только будем сталкиваться вот скажем здесь при решении алгебраических уравнений ну и в других ситуациях ну вот в частности опять-таки рассматривая разные схемы также подобная теорема будет присутствовать ну хорошо теперь тогда вернемся к нашим основным методам и посмотрим конкретное содержание к чему приводит результат применения этого достаточного условия метод релаксации мы говорили что метод ричардсон часто встречается такое название значит у нас матрица b это единичная матрица ну присутствует параметр тау b минус тау а пополам b минус тау а пополам опять-таки мы говорим что сейчас речь идет о решении задачи я еще раз ее здесь восстановлю а x равняется r ну и матрица а у нас spd матрица ну условия теоремы существенным оказывается только лишь неравенство больше нуля ну и это выражение превращается в е минус тау а пополам больше нуля ну что мы говорили когда рассматривали соответствующую значит положительно определенность матрицы мы говорили что у нас а x x соответствующая норма а норма а для симметричной матрицы может быть определена как супремум а x а x деленное на xx тем самым формально мы получали что а xx меньше либо равно чем норма а на на произведение xx скалярное произведение значит супремум по x ненулевым векторам неравном так для случая спд-матрицы таким образом это соответствующее соотношение реле значит можно определить норму матрицы а ну а отсюда как мы видим выполнено неравенство а меньше либо равно чем норма а умноженное на е ну или что то же самое матрица е больше либо равна чем а деленное на норму а ну и тогда вот это вот существенное для нас неравенство заведомо будет выполняться если мы потребуем чтобы а деленное на норму а ну минус тау а пополам давало нам положительную матрицу ну отсюда легко разобраться значит у нас получается числовой коэффициент единицы на норма а минус тау пополам а дальше но матрица а матрица положительная матрица значит требования вот этот вот числовой коэффициент больше нуля и единица деленная на норму а минус тау пополам больше нуля ну или тау меньше чем 2 деленное на норму а но параметр то у нас был больше нуля так что вот это вот неравенство мы получили ну как мы видим мы это неравенство получали и при других ограничениях естественно на матрицу а но вот рассмотрение спд задачи для метода релаксации с этой точки зрения не улучшило наше представление о качестве итерационного параметра там но я еще раз подчеркну мы сейчас пока не будем так вот глубоко вдаваться в поведение соответствующих алгоритмов но некий комментарий потом для по крайней мере метода речерсона где относительно простая значит наша матрица итерационная c матрица перехода мы дальше дадим так что как мы видим здесь все сравнительно просто вторая группа ну мы рассматриваем метод зайделя на мы сразу и метод метод зайдели он был частным методом метода верхней релаксации так ну или метод ссор саксессив овы релаксейши метод ссор ну еще раз что там представляла собой матрица b ну это была диагональная матрица плюс омега а или параметр тоу равнялся омега параметр тоу равнялся омега Но мы по-прежнему решаем задачи с СПД-матрицей. Наши условия теоремы B минус tau A пополам превращаются в D плюс омега АЛ минус омега пополам, умноженное на А. Я здесь напишу АЛ плюс D плюс АУ. Вот как выглядит соответствующее разбиение матрицы на удобные доли. Давайте посмотрим, к чему это привело. Собираем то, что при диагональной матрице D. Единица минус омега пополам. Единица минус омега пополам. Д. Ну, АЛ и АУ. Есть одно омега минус омега пополам. Значит, осталось омега пополам АЛ. АЛ минус АУ с коэффициентом омега пополам. Очень хорошо. Преобразовали структуру. Ну и требование, чтобы вот эта матрица B минус tau A пополам была больше нуля. Давайте посмотрим, что это требование означает. Ну, это означает следующее. Нам нужно посчитать вот эти вот скалярные произведения. Я пока в таком виде напишу. B минус tau A пополам. Все это действует на х. Скалярно умножается на х. И значение такой формы квадратичной на векторе х. Нам нужно показать, что оно у нас больше нуля для любого х, отличного от нуля. Ну, возникают две конструкции. Первая конструкция. Единица минус омега пополам. Д. Х. Х. Понятный агрегат. Второе. Плюс омега пополам. Я теперь вот эти слагаемые специально разделю на две группы. Значит, одна группа АЛХХ минус омега пополам. И вторая группа АУХХ. Ну, матрица А у нас СПД-матрица. Поэтому, если повнимательнее посмотреть вот на эти вот конструкции, то нетрудно прийти к относительно простому, но важному выводу. Давайте посмотрим, что это такое. Значит, вычисляя соответствующее значение этих форм, значит, у нас есть сумма по индексам ИЖ, элементы матрицы. Я снабжу верхним индексом L, ИЖТ, ХИТ, ХЖТ. По каким индексам ведется суммирование? Индексы ИЖ принадлежат портрету матрицы АЛ. Отлично. Портрет матрицы АЛ, мы говорили, это нижняя треугольная часть без диагонали. Вторая сумма вычисляется по индексу ИЖИ. Принадлежат портрету матрицы АУ, АИЖТ, верхний индекс У, ХИТ, ХЖТ. Матрица А симметричная матрица. И элементы АИЖИТ в соответствующих портретах одни и те же. Меняются индексы ИИЖИ. Но в силу симметрии ХИТ и ХЖТ не меняется, и тем самым эти суммы равны. Здесь они вычитаются. Так что вся вот эта вот группа слагаемых аннулируется. Очень хорошо. Как мы видим, значит, проверка теперь этого условия свелась к относительно простой задачи. Здесь вот мы поставим знак равно. Итак, проверка этого условия свелась к относительно простой задачи. Нам нужно показать, что единица минус омега пополам, ДХХ больше нуля. Ну, прежде всего, показывают, что матрица Д больше нуля. Значит, из того, что условия, что у нас АСПД, следует, что матрица Д больше нуля. Для этого, для матрицы А, форму вычисляют, когда вектор Х равен, ну, любому из исходных базисных векторов. Я тут так вот напишу, ЕИТ. Еще раз, ЕИТ вектор, я его здесь так в виде столбца нарисую, ноль и так далее, на ИТ месте единичка и так далее, ноль. Вот как выглядит соответствующий вектор ЕИТ, его координаты. Ну, тогда из нашей двойной суммы, ну, я один раз для страху напишу двойную сумму по ИЖ, А и ЖИТ дальше, ИКС ИТ, ИКС ЖИТ. Ну, как мы видим, ИКС ИТ, ИКС ЖИТ, это координаты практически все, ноль, кроме ИТОГО места, когда ИИНДЕКС И на номер И попал, ну, удобно тогда здесь было бы КЛ писать. Давайте я, чтобы так поаккуратнее, а то приходится говорить, И равно И, Ж равно Ж. Переобозначим здесь КЛ, К, давайте я сотру и аккуратно напишу, значит, двойная сумма по КЛ, АКЛТ, ХКТ, ХЛТ. Ну, и понятно, что ИК и Л будут равны единице, ИК и Л равны единице, будут равны И, там они равны единице, все остальное нули, А, И, ИТ. Матрица А положительно определенная, значит, этот коэффициент больше нуля для любого И. Таким образом, у нашей диагональной матрицы, D это диагональная часть матрицы А, все элементы ее, то есть стоящие на диагонали, больше нуля. А это означает, в свою очередь, что ДХХ, будет больше нуля для любого ИКС, отличного от нуля. Но давайте посмотрим, что такое ДХХ. ДХХ это сумма по И, А, И, ИТ, Х, ИТ в квадрате. Ну, и как мы видим, если у нас вектор не нулевой, какая-то координата у него отличная от нуля, а коэффициенты при ИКС, ИТ в квадрате, как только что мы показали, все числа строго больше нуля. очень хорошо. Так что, как мы видим, второй сомножитель, положительная величина для любого ИКС. Ну, вывод, к которому мы приходим. Давайте вот я теперь вернусь к методу СОР, и результат нашей проверки сюда поместим. Значит, у нас оказалось единица минус омега пополам больше нуля. То есть омега меньше двух, но больше нуля. Вот такое вот условие. В частности, условие омега равно 1. А омега равно 1 было связано с методом Зайделя. Ну, или Гаусса Зайделя, как часто его называют. Значит, с методом Зайделя. Ну, и из наших основных итерационных методов остался метод Якоби, когда непосредственно матрицей В была диагональная часть с матрицей А. Давайте посмотрим, что произойдет с методом Якоби. Значит, вот нам удалось применить эти достаточные условия для СПД задачи, исходные с матрицей СПД. АХ равняется Ф, и наши итерационные методы удовлетворяют соответствующим требованиям, ну, при некоторых дополнительных условиях. Теперь метод Якоби. Якоби. Ну, роль матрицы В выполняла диагональная часть D. Параметр Та у нас равнялся единицей. И вот этот вот агрегат В минус Тау А пополам, больше нуля, который мы должны были проверять, превращался в D минус А пополам больше нуля, то есть А меньше, чем 2D. Вот условие, которое нам нужно проверить. Ну, давайте посмотрим, к чему это условие нас приведет. Теорема, которой мы воспользуемся. Пусть матрица АСПД, АСПД, и плюс еще с диагональным преобладанием. А и ИТ строго больше, чем сумма по Ж, неравному И. ну, я тут так напишу, модулей А и Ж. То есть, если мы находимся в какой-то строке, то тот элемент, который находится на диагонали, это неотрицательное число, и он строго больше, чем сумма модулей всех остальных вне диагональных элементов в данной строке. Это выполнено для любой строки нашей матрицы. Так что вот на диагонали стоят самые большие числа по модулю из всех остальных просуммированных по строке. То есть, матрица обладает диагональным преобладанием. Тогда А меньше, чем 2D. Давайте посмотрим, что здесь происходило и какие достаточно, ну, с определенной точки зрения, очевидные неравенства приходится здесь использовать. Ну, это неравенство означает следующее, что если мы вычисляем соответствующую форму АХХ на векторе Х к нашу квадратичную форму, так, ну, это равно двойная сумма по ИЖ А и ЖТ ХИТ ХЖТ. Ну, понятно, что все это меньше либо равно, чем. Здесь понапишем тогда эту двойную сумму модулей А и ЖТ модулей ХИТ модулей ХЖТ. Прям совсем уж мажорировали соответствующие выражения. Что дальше? Воспользовались тем, что, ну, давайте я так тут напишу где-нибудь здесь в стороночке. Значит, произведение модулей ХИТ на модулей ХЖТ меньше либо равно, чем ХИТ в квадрате плюс ХЖТ в квадрате пополам. Ну, это очевидное неравенство А минус Б в квадрате. Вот А минус Б в квадрате, тогда АБ оказалось меньше либо равно, чем А квадрат плюс Б квадрат пополам. Ну, что нам это дает? Дает нам знак меньше либо равно сумма по ИЖ модулей А и ЖТ. Модуль ХЖТ квадрат плюс ХИТ квадрат пополам. Итак, постепенно мы движемся. Понятно, теперь мы сейчас воспользуемся симметрией матрицы А и эти две суммы и увидим, что это одна и та же сумма. В свою очередь это равно коэффициент 1,2 скобочка первая сумма по ИЖ ну, модулей А и ЖТ дальше идут модулей ХИТ в квадрате плюс вторая сумма по ИЖ модуль А и ЖТ модуль ХЖТ в квадрате. Мы говорим, матрица А у нас СПД-матрица, она симметрична, и если во второй сумме переобозначить индексы ЖИ и ЖИ поменять, то в точности получится первая сумма. Так что соответствующий коэффициент пропадает. Равно пока это точное равенство сумма двойная осталась по ИЖ модулей А и ЖТ ХИТ квадрат. Ну, в свою очередь теперь дальше в этой сумме продолжим равно начнем с суммирования по И модуль ХИТ в квадрате. Дальше идет суммирование по Ж. В суммировании по Ж сначала вынесем слагаемые А и ИТ плюс сумма по Ж модулей А и ЖТ индекс Ж не равен И. Теперь это равенство можно усилить, потому что мы говорим, что А и ИТ ну или точнее вот эта вот сумма меньше, чем А и ИТ. Значит, все это строго меньше строго меньше, чем сумма по И. Ну, модуль ХИТ квадрат мы можем переписать как ХИТ квадрат. Знак пропал. Два раза А и ИТ. А то, что здесь написано, это в точности есть два раза ДХ Х. Так что, как мы видим, скалярное произведение АХХ строго меньше, как окончательный результат, строго меньше, чем два раза ДХХ, ДХХ. То есть А меньше, чем ДХХ. Ну что же, очень хорошо. То есть вот мы смогли проверить выполнение соответствующих достаточных условий для случая, когда у нас АВ минус ТАА пополам была положительной матрицей. Ну и как бы в качестве таких дополнительных иллюстраций давайте мы теперь посмотрим на относительно простой случай, связанный с методом Ричардсон. И попробуем рассмотреть метод релаксации, когда у нас есть некоторая информация, опять-таки, для случая СПД матрицы, когда у нас есть некоторая дополнительная информация. Ну вот если рассматривать метод релаксации, мы говорили, что итерационный процесс ХМ плюс первое минус ХН, значит ТАУ РН РН была соответствующая невязка. Так? Ну, если мы рассматривали погрешности ЕН плюс первое, Е минус ТАУ А ЕН Ну и с этой точки зрения норма ЕН плюс первое меньше либо равна, чем норма Е минус ТАУ умноженная на норму ЕН Ну и мы хотим получить некоторую оценку для вот этой вот нормы Е минус ТАУ попытаться показать, что имеет место возможность при определенных условиях получить оценку меньше либо равно чем Q меньше чем единица. Ну и тогда мы говорим, что это итерационный процесс по крайней мере первого порядка сходимости как геометрическая прогрессия соответствующим параметрам Q. Ну, о чем здесь идет речь? Предположим, что матрица А, у нас уже СПД, это мы говорили, что вот для спектра матрицы А спектр матрицы А принадлежит отрезочку M маленькое M большое, то есть известны границы соответствующего спектра. Ну, с определенной точки зрения это несколько меньше, чем непосредственно знать лямбда минимальная и лямбда максимальная у соответствующей матрицы А. То есть все собственные значения матрицы А, они содержатся на этом отрезке M маленькое M большое. Тогда для нормы E минус А, а это у нас симметричная матрица, мы можем использовать спектральную норму корень квадратный из максимального собственного значения матрицы. ну, удобно вот это вот E минус стал А какой-то буквой обозначить, скажем, буквой M. M транспонированная. Максимум берется по всем лямбда. Эта конструкция, так как наша матрица M оказалась симметричной, ее собственные значения, квадрат собственных значений матрицы E минус стал А. Так что максимум собственных значений, а из квадрата корень извлекаем, это модуль собственного значения E минус стал А. Так? По всем собственным значениям. Я тут пока СЗ напишу. Ну, давайте посмотрим, как тут все это дело связано. Значит, АХ равно лямбда Х. Это задача на собственные векторы и собственные значения для матрицы А. Понятно, что можно умножить на ТАУ. ТАУ АХ ТАУ лямбда Х. Понятно, что можно поставить знак минус. ТАУ АХ минус ТАУ лямбда Х. И понятно, что слева и справа можно по Х прибавить. Значит, Е минус ТАУ А умноженное на Х равно единица минус ТАУ лямбда умноженное на Х. Ну, тогда мы можем более аккуратно написать. Получается максимум по всевозможному лямбда модуля единица минус ТАУ лямбда. Ну, если бы да, значит, мы показали, что собственное значение е минус ТАУ А а максимум выбирает по собственным значениям матрицы А. Лямбда это собственное значение матрицы А. Получив такую оценку для нормы, мы можем тогда сформулировать задачу рассматривать метод релаксации и итерационный параметр на каждом шаге итерации, выбирать с определенной точки зрения оптимальным образом, чтобы величина соответствующей оценки в норме перехода была бы по возможности минимальной. То есть задача ставится так. Тау ноль мы определяем как задачу минимизации по аргументу argmin. Чего? Максимума по лямбда. Ну лямбда у нас теперь на нашем интервале м маленькое м большое, единица минус тау лямбда по модулю. Ну а минимум по аргументу тау в области тау больше нуля, по крайней мере, как вот такую вот задачу. Ну мы ограничимся как бы обоснованием, как это говорят, глядя на картинки. Хотя с определенной точки зрения как раз все они достаточно строги. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Ну сначала попробуем понять, где же находится максимум модуля вот такой вот функции. Ну такая достаточно типичная задача для поступающих в ВУЗ. Попробуем ее решить. Я опять-таки ограничусь соответствующей картинкой. Итак, нам нужно по аргументу тау достичь минимума максимума модуля единица минус тау лямбда. Лямбда от м маленькая до м большой отрезочек. Вот такой вот функции у. Так, ну хорошо, я нарисую некоторые рисунка. Вот у нас лямбда, ось лямбда. Вот у нас область м маленькая, м большой. Ну соответствующий модуль единица минус тау лямбда имеет носик в точке лямбда, равная единица на тау. Единица на тау. Ну и ветви этого модуля, я их как-то так вот нарисую, позволю себе примерно вот такое вот рисование выполнить. Ну вот, как-то так, модуль единица минус тау лямбда. Нам нужно по допустимым лямбда максимум найти. Ну, здесь мы видим, поскольку это линейные функции, то соответствующий максимум будет достигаться в граничных точках. Надо между собой сравнить вот эти вот два числа. Ну и как мы видим, сейчас максимум модуля в левой точке находится. Теперь построив максимум, давайте я так стрелочкой сюда укажу, вот здесь вот находится максимум модуля единица минус тау лямбда. Вот у нас выбрана конкретная, значит, точка единицы на тау, она попала на этот интервал. Ну, если она, конечно, при тау больше нуля, может путешествовать по оси лямбда, как мы видим, может и вне соответствующего интервала находиться и так далее, но, по крайней мере, значит, картинка нас к чему приводит. Дальше нам нужно по аргументу тау искать минимальное значение. Мы понимаем, что этот максимум явно не удовлетворяет этому условию. Достаточно как бы эту картиночку чуть-чуть переместить налево, ну и соответственно у нас эта граница, ну я так вульгарно скажу, увеличивается, а это значение уменьшается. Я нарисую такой другой случай, такой тоже вот хитренький. Вот мы видим, что это пересечение с лямбда равная м маленькая сейчас в эту точку попало, а здесь, ну, приблизительно как-то вот так вот. И как мы понимаем, максимум соответствующему модулю теперь в этой точке. То есть мы понимаем, что меняя соответствующее тау, вот это вот у нас единица на тау, меняя соответствующее тау, наша вот эта вся галочка здесь перемещается, мы следим за окном м маленькое, м большое и и пытаемся понять, что же там представляет собой минимальное значение для всех возможных тау, вот этого максимума модуля единица минус тау лямбда. Более-менее понятно, что оно представляет. Я выберу, естественно, точку единица деленная на тау нулевое равно м маленькое плюс м большое пополам, середину этого отрезка, ну или тау нулевое равняется 2 деленное на м маленькое плюс м большое. Ну и нарисую отвечающую этому случаю положение нашего модуля единица минус тау лямбда. Вот. Ну и соответствующее минимальное значение, вот эта вот точка, это у нас минимальное значение значение нормы е минус тау а. Ну вот я тут нолик поставлю, е минус тау нулевое а, это минимальное значение соответствующей нормы. Его, конечно, легко найти. Давайте найдем. Ну, например, вот эта вот линия, ее уравнение. Уравнение. Уравнение вот этой вот линии. Значит, что тут у нас с минусом? Минус единица минус тау нулевое лямбда при лямбда равном м большое как раз дает нам значение, давайте я вот это вот значение, ку с ноликом напишу, ку с ноликом. Как раз дает нам значение ку с ноликом. Ну, осталось посчитать. Считаем. Минус единица, значит, ку с ноликом равно минус единица плюс тау нулевое, это 2 деленное на м маленькое плюс м большое, умноженное на м большое. Смотрим, что осталось в знаменателе м большое плюс м маленькое. Теперь числитель с минусом м большое 2 м большое плюс м большое минус м маленькое. Вот мы получили формулу для оценки соответствующего ку нулевого. Ну, как мы видим, в нашем случае соответствующее ку нулевое меньше, чем единица. Ну, и мы получаем ту оценку, которую мы хотели. Значит, вот эту вот оценку, значит, сходимость со скоростью геометрической прогрессии соответствующей погрешности, то есть сходимость первого порядка. Какую формулу здесь мы также можем увидеть для случая СПД-матриц? Это тот случай, когда соответствующие лямбда минимальная и лямбда максимальная нам даны. То есть мы знаем границы спектра матрицы А. Лямбда минимальная и лямбда максимальная. Тогда норма матрицы А. Ну, мы говорили, что это супремум. Для симметричной матрицы условия релея напишем, тождество релея, деленное на xx по x не равном нулю. Ну, и тем самым придем к тому, что этот супремум как раз даст нам значение лямбда максимальная, поскольку мы показали, что А xx меньше либо равно, чем лямбда максимальная на xx умноженная. Мы в свое время показали, что А xx меньше либо равно, чем лямбда максимальная, умноженная на xx. Очень хорошо. Так что супремум в этом случае как раз лямбда максимальная. Ну, а если решать задачу для обратной матрицы, ну, я очевидные вещи здесь напишу. Обратной матрицей подействовали, x равняется лямбда А в минус первой x, ну или А в минус первой x единица на лямбда x. Так что собственные значения обратной матрицы легко строятся. И так что норма обратной матрицы — это как раз единица на лямбда минимальная. Значит, в таком случае оценочка для Q может быть похитрее построена. Ну, давайте мы ее куда-нибудь вот сюда вот впишем, сохранив этот чертежик пока. Значит, Q со звездочкой лямбда максимальная минус лямбда минимальная деленное на лямбда максимальная плюс лямбда минимальная. Равно число обусловленности матрицы А минус 1 на число обусловленности матрицы А плюс 1. Вот получили формулу. Ну, конечно, мы понимаем, что все-таки полученная формула, она еще, так сказать, ее комментарий обычно, ну, можно такой вот, скажем, достаточно хорошо обусловленной матрицы. Число обусловленности — ну, порядка 100. Считается, что это достаточно хорошо обусловленная матрица вот с точки зрения как прямого, так и вот итерационных методов. Величина Q, которую мы тут получили, — 99,101, то есть почти что единица. Ну, чуть меньше, но все-таки. Так что вот этот вот итерационный процесс крайне медленно сходится. И это недостаток вот всех таких основных наших простейших итерационных процессов, связанных с тем, что нужно более аккуратно анализировать структуру погрешности Е и объяснять, каким же образом достичь того, чтобы все-таки уменьшение нормы Е было бы более эффективным, чем с коэффициентом практически близким к единице. Ну, на какую еще, может быть, хотелось бы посмотреть комментарий, вот такой последний комментарий, опять-таки на примере метода Ричардсона, когда у нас нет информации о том, что АСПД, нет информации о том, что какой там норма А или норма А в минус 1, вот некоторые такой совсем уж как бы сложные условия. Ну, какая стратегия обычно предлагается в такой ситуации и что здесь можно было бы посмотреть? Значит, что мы можем сделать? Мы можем попытаться выбирать итерационный параметр tau на очередном шаге. А я еще раз напомню, что у нас, значит, xn плюс 1 минус xn, значит, равняется xn плюс tau n плюс 1 rn. Ну и вот я пока вот это n плюс 1 уничтожу здесь, tau rn. Ну и, естественно, пытаться тогда условие сформулировать следующим образом. Значит, выбрать параметр tau так, чтобы невязка на n плюс 1 шаге, полученная невязка, была бы по возможности минимальна, минимум нормы соответствующей невязки rn плюс 1. Давайте посмотрим, что это такое. Значит, rn плюс 1 это у нас было f минус a xn плюс 1. А xn плюс 1 вот каким образом мы пытаемся строить. Тогда это равно, ну, есть у нас f минус a xn минус tau a rn. Ну, f минус a xn это как раз rn, значит, rn минус tau a rn. Вот формула, по которой преобразуется в этом случае невязка. Ну, невязка, значит, для нашего конкретного случая, именно метода Ричардсона. Вот соответствующая инфрационная формула. Тогда квадрат нормы rn плюс 1 евклидов квадрат представляет из себя скалярное произведение rn минус tau a rn на rn минус tau a rn. И, как мы видим, это квадратичная функция относительно tau. Ну, и понятно, что мы сейчас посмотрим, что эта квадратичная функция имеет минимум, и, естественно, на множестве tau больше нуля пытаться строить шаг таким образом, чтобы невязка следующей итерации была минимальной. Ну, достаточно разумный такой подход к этому построению. Это нам дает, как говорится, последние формулы. Давайте мы их напишем, и тем самым комментарий закончим. Ну, осталось только лишь эту квадратичную функцию расписать. Итак, это равняется. Я напишу так вот, фи от tau. Сюда тогда стрелочку поставим. Равно. Ну, скалярное произведение rn rn. Квадрат нормы невязки на n итерации. Минус. Теперь два одинаковых слагаемых rn tau arn. Значит, минус 2 tau rn arn. Так? И слагаемое порядка tau квадрат. tau квадрат arn arn. Ну, что же, очень хорошо. Здесь стоит скалярный квадрат соответствующего вектора. Это величина, ну, в общем случае, больше нуля. А если равняется нулю, то значит, вектор нулевой. Тем самым невязка rn равна нулю. А раз невязка равна нулю, то мы точно попали на соответствующие итерации. Прямо в решение попали x. n это в точности наше x. Так что этот коэффициент больше нуля. Парабола по tau направлена ветвями вверх. Тогда ищем точку ее минимума. Ну, дифференцируем по tau. Получается минус 2 раза. Здесь скалярное произведение arn rn плюс 2 раза tau. Тут скалярное произведение arn rn и все это равно нулю. Значит, tau оптимальное равно. Ну, получили. В числителе у нас стоит arn rn, в знаменателе стоит arn rn. И обратите внимание, что эта формула, которую мы получили, не требовала условия, например, аспд или а больше нуля. Понятно, что когда аспд и а больше нуля, тогда здесь стоит аэнергетический квадрат, невязкий rn. Здесь евклидов квадрат, а тут аэнергетический квадрат, невязкий rn. Тогда соответствующие формулы можно было бы трансформировать в те, которые получаются в этих конкретных случаях. Ну хорошо, вот что касается комментариев к итерационным методам, мы на этом ограничимся. Значит, еще с проблемой итерационных методов мы столкнемся, когда будем рассматривать конечно-разовую аппроксимацию дифференциальных операторов. Спасибо за внимание.